Всем огромный привет! Рада видеть вас на своем канале. Меня зовут Мария. Сегодня мы с вами поговорим о моей парфюмерной новиночке от бренда Narcisse Rodriguez. Я совсем недавно у вас спрашивала, с какого аромата все-таки лучше начать свое знакомство. Многие мне посоветовали именно этот аромат. Но после этого видео я также была в магазине Золотое Яблоко и уже послушала там ароматы и определилась, какие же я хочу, с каких я хочу начать свое знакомство. Один из этих ароматов я вам уже показывала. Это новинка 2020 года Ambre. Он мне очень понравился. Девчонки, это просто что-то невероятное. Это красота. Это, мне кажется, самое лучшее собрано в этом аромате. Но об этом аромате у меня есть отдельное видео. Сегодня я хочу с вами поговорить о своей второй новиночке. Это тоже аромат 2020 года. Вы уже увидели по коробке на столе, что это будет за аромат. Это Fleur Mask Floral. Очень мне понравился в первую очередь его флакончик. Как любой девочке. Такой красивый розовый. Здесь так интересный идет такой переход от глянцевого к матовому. Красивый такой флакон. Безумно красивый. Что касается самого аромата. Я, когда начала знакомиться с всеми ароматами Narcisse Rodriguez, мне понравилось всего несколько. Я рассказывала им, что как-то до этого я пыталась познакомиться с ними, но имела такую ошибку. Это наносить их на блотер. Эти ароматы, а не на кожу. И, соответственно, как только я наносила на блотер, эти первые ноты били мне в нос. И я просто уходила и говорила нет. И вот это, кстати, я заметила, что ароматов Narcisse Rodriguez именно вот такой вот есть момент, что когда только наносишь, прям очень резкие ноты. Это, в принципе, присуще многим композициям, но почему-то у этого бренда как-то я это особенно заметила. Но на коже, конечно, конечно же, мускус вообще себя совсем по-другому ведет, нежели на блотере. И вот из-за этого я, наверное, так долго и не была знакома с их ароматами, потому что я не наносила на кожу эти ароматы, а просто как бы так тестировала их. Этот аромат я нанесла на кожу. Приступим, кстати, к нему. Это у нас композиция на тему розы. В составе у нас ароматы от бергамот, розовый перец, роза, мускус, пачули, амбра, древесные ноты. Знаете, я вам как-то говорила, что я не особо люблю ароматы с нотой розы. Я, в принципе, от этого не отказываюсь, потому что многие композиции с нотой розы звучат немного ретро как-то. Мне это не нравится. Но здесь розу спасает, скорее всего, цитрусы, бергамот, потому что здесь эта нота розы обыграна очень нежно, женственно. За счет того, что присутствуют ноты цитрусовых, аромат звучит легко, звонко. То есть розочка, с одной стороны, вроде бы такая прям яркая, сладкая, но при этом как-то приглушена мускусом. Кстати, мускуса вот именно в этой версии, мне кажется, минимально. Меньше, чем в других композициях. И если вы также не знакомы с ароматами от Narcisse Rodriguez, я вам советую начать знакомство именно с этого аромата, потому что мускуса здесь прям минимально. Из всех ароматов, которые я переслушивала от этого бренда, вот здесь мускуса самое такое минимальное количество. Поэтому советую вам начать именно с него знакомство. Кстати, этот аромат также будет в распиве у меня. Стоимость и остальные ароматы, которые также у меня сейчас в распиве, я подпишу под видео, также оставлю там контакты свои. Если вам интересно, то пишите. Там, в принципе, у меня очень большой ассортимент ароматов, которые можно выбрать на распиве. Также и этот там присутствует, поэтому можете заказать и мне познакомиться с ним. Мне будет это очень приятно, поэтому пишите либо мне в WhatsApp, Viber, я ставлю номер телефона, либо в Instagram, либо можете же просто писать под видео. Там мы с вами уже договоримся, где спишемся. Что касается вот еще этого аромата, вообще, в принципе, композиции от Narcissus Rodriguez, они все такие мускусные, и при этом позиционируются как такие привлекательные, женственные, страстные. Эта композиция тоже такая интересная, женственная, он интимный, он такой не кричащий. То есть здесь нет такого мускуса прям какого-то животного, кричащего, нет. Здесь он такой нежный, приятный, он женственный. Для меня это действительно композиция максимально женственная. То есть в наше время вообще, в принципе, пошла такая мода на ароматы унисекс. Я, честно говоря, не особо это поддерживаю. Конечно, понимаю, с другой стороны, как бы плохо делить ароматы на мужский и женский, потому что все маркетинг. Но все же есть такие композиции, которые явно мужские, явно женские. Допустим, эту композицию я точно не представляю на мужчине, но, в принципе, она как бы не заявлена, насколько я знаю, как мужская. Но это не точно. В общем, многое сейчас удивляет, конечно, но вот эта композиция, она исключительно женская. Это розочка, это красиво, это звонко, это женственно, это действительно олицетворение женщины. Это аромат повседневный. Он подойдет на любой случай. То есть использовать его вот сейчас летом, использовать весной, в принципе, мне кажется, в любое время года, насчет того, как он раскроется в холод, мне кажется, тоже будет приятно начать розочка. Она, возможно, станет в мороз, может быть, более звонкой, более прохладной, не знаю. Но я думаю, что он, в принципе, уместен будет на любое время. Этот аромат не напрягает. Вы его ощущаете? Но он не напрягает. Хочется его слушать и слушать. Это приятно, красиво. Действительно, очень красиво. И, кстати, что удивляет, он вроде такой звонкий. Это туалетная вода, но при этом он стойкий. Он стойкий, он шлейфовый. Ну, в принципе, туалетная вода этим чаще всего отличается от парфюмерной. Шлейф как-то более звончий и длиннее, нежели в парфюмерной воде. Конечно, он быстрее улетучивается, но шлейф длиннее. Но здесь и стойкость тоже отличная. На мне он держится достаточно долго. Поэтому меня прям очаровал этот аромат. Если бы я, наверное, с ним не познакомилась в магазине, я бы, возможно, не решилась на покупку, потому что я так скептически отношусь к розам, потому что они в основном ретро, какие-то такие приторные для меня. Здесь нет. Здесь есть в аромате, есть воздух. И, как по мне, те композиции, где присутствует роза, обязательно должен быть мускус, хоть немного мускус и цитрусы. Тогда для меня это идеальное сочетание. Если есть немного мускуса, в меру есть цитрусы, тогда розочка становится для меня более носибельной. В принципе, все ароматы с розой, которые у меня есть, они все идут в сочетании с цитрусом. По-другому, чтобы прям это была роза-роза, в классическом понимании я такое носить не могу. Только вот так, чтобы сочетание было, то есть цитрус и роза. Более такое разбавленное, можно сказать так. Он, знаете, действительно, как я и сказала, ненапрягающий, красивый. Он нравится мужчинам. Он такой аромат, такой девочка-девочка. Но в то же время я не могу его разделять по возрастам. То есть он будет прекрасно смотреться как на совсем юной девушке, так и на женщине постарше. То есть у этого аромата нет возраста. Но есть женственность, много женственности, красоты, изящности. Я бы сказала так, аромат очень изящный, красивый. Девочки, в общем, я осталась в восторге, при учете того, что как бы роза для меня это чаще всего табу. Это нет. Я его ношу с удовольствием и буду носить его с удовольствием летом. Красиво. Для меня роза не липкая в этом аромате. Потому что даже взять трусар для меня там роза какая-то липковатая. Хотя здесь, на мое ощущение, немного роза как будто послаще слегка. Но она не такая липкая. Не знаю почему так. Но композиция мне правда очень нравится. Я прям осталась в приятном восторге от этого аромата. Поэтому вам также советую к затесту. Повторюсь, если вы не знакомы еще ни с одним ароматом от Норсестра Родригес, я вам посоветую начать с этого. Также, конечно, посоветую вам познакомиться с новинкой, которую я вам показывала. Амбре. Ну, у меня, в принципе, есть отдельное видео. У меня, кстати, он тоже есть в Роспиве. С ним можно также познакомиться. И третий аромат это Нарцисса Руж в парфюмерной воде. Тоже он у меня есть. Также он в Роспиве. Про него еще видео отдельно не снимала. Вот он буквально ко мне пришел. В коробу также видео. Вот три аромата, которые для меня прям фавориты. Прям самые-самые-самые. Действительно, мне кажется, что в них вот прям собрано все самое идеальное. Нарцисса Родригес. Не знаю почему-то у меня такое впечатление. Кстати, напишите в комментариях, какой аромат от этого бренда для вас самый любимый. Как вообще относится к новинке, кстати. Если вы знакомы с новинкой, напишите, как вам новинка. Если сравнивать ее с парфюмерной версией этого аромата. Какая вам версия нравится больше? Это либо же парфюмерная. Я парфюмерную слушала. Но для меня она показалась больше насыщенней. Такой более, не то что даже тяжелой. Ну, какой-то утомляющей. Это все-таки звонкая такая, какая-то более летучая, что ли. Я не знаю, то есть она как бы такая больше воздуха в ней присутствует. Так как-то поплотнее версии именно парфюмерной воды. Поэтому все-таки мой выбор пал на эту версию. Я решила все-таки начать свои знакомства, так сказать, с этого аромата. Но вы, конечно, пишите, какая вам нравится больше. Возможно, вы больше любите парфюмерную версию этого аромата. Будет тоже это очень интересно почитать. Вот такой у меня получился обзор. Я, правда, удивлена, сама удивлена от того, что я не особо люблю розу. А здесь розочка мне понравилась. Она действительно очень так ладно, красиво скроена, эта композиция. Нет ничего такого выпирающего. Вроде роза и могла бы быть приторная, но как-то ее так цитрусами хорошо завуалировали. Так все красиво получилось. В общем, мне понравилась. Действительно достойно. Достойный аромат на тему розы. Если любите ароматы звонкие, женственные, красивые, то присмотритесь к этому аромату. Я думаю, он вас не оставит равнодушный. Поэтому, да, девчонки, советую. На этом я уже буду заканчивать данное видео. Огромное вам спасибо за внимание. Встретимся с вами совсем-совсем скоро. Всех вас очень люблю. Прекрасного вам настроения. Балуйте себя, радуйте себя, любите себя. И я вас всех очень люблю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok